Блокчейн Сто восемьдесят пять тысяч Столько транзакций проходит через блокчейн каждый день Сто тысяч Столько пользователей регистрируется на блокчейн-инфо ежедневно Один миллион Во столько раз стоимость денежного перевода с помощью блокчейн дешевле традиционных банковских транзакций Ноль целых пять десятых Столько процентов использующих блокчейн среди пользователей интернета А их, напомним, три и семьдесят семь сотых миллиарда Половина человечества Сатоши Накамото, создатель блокчейн, представлял свое детище чуть ли не граалем Который приведет нас к современной утопии с прозрачными финансовыми операциями Честными выборами без бюллетеней и расчетом без денег Просто возьми смартфон, установи и... Блокчейн Блокчейн — это цифровой реестр транзакций, сделок и контрактов Главное преимущество блокчейна — децентрализованность Данные не хранятся в одном месте, а распределены между тысячами компьютеров по всему миру Цифровые записи о транзакциях объединяются в блоки С помощью математических алгоритмов блоки криптографически связываются в цепочку То есть любая финансовая операция наглухо фиксируется в блокчейн Блокчейн биткоина является такой открытой бухгалтерской книгой Анатолий Каплан — CEO и основатель ForkLog Research Его ресурс является главным русскоязычным источником новостей о биткоинах Основал первый в мире медиаресурс, который выпустил собственные криптоакции Переводит новости о биткоин-индустрии в СНГ на английский Любит стихи и в свободное время выступает на вечерах поэзии Цифровой, в которой внесена информация, которая не подлежит изменению Мы можем только записывать информацию на основе консенсуса Консенсус достигается техническими и криптографическими средствами Иными словами, я не могу просто взять и в превентивной форме что-то там написать Без согласия остальных участников сети Это не только прозрачно и надежно, но еще и быстро Хотя многие жалуются, что чтобы перевести кому-то деньги, нужно ждать аж 10 минут Найдите еще одну хотя бы платежную систему или еще один способ Так я могу прямо сейчас вот отсюда из Украины отправить деньги в Штаты Без, ну, с минимальной комиссии до одного доллара В течение 10 минут деньги будут у получателя Один из способов применения блокчейн, но далеко не единственный Создание криптовалюты Первая из них была биткоин в 2008-м А сегодня в мире уже около 700 криптовалют Поскольку биткоин был не только первой криптовалютой, но и первым блокчейном То для многих эти понятия практически слились воедино Блокчейн Оно трактуется, ну, по-разному В зависимости от того, кто его слышит Павел Кравченко, основатель Distributed Lab, организатор блокчейн-конференции в 2016 Кандидат наук по специальности системы защиты информации Считает, что блокчейн способен победить коррупцию в Украине Верит, что скоро мир увидит первого робота-певца За неделю прочитал всю существующую научную литературу по биткоину На данный момент биткоин король Но сейчас он как паровой двигатель А остальные валюты, вроде эфириум, как дизельный Потому что они более эффективны во многих отношениях Биткоин лидер, потому что у него есть репутация Но хоть биткоин и блокчейн возникли одновременно Биткоин в масштабах блокчейн-эт скорее как имейл в масштабах интернета Биткоин один из продуктов, который на базе блокчейн создан И все Георгий Вашадзе Основатель Innovation and Development Foundation Закончил Гарвардскую школу бизнеса Был членом парламента Грузии Основал и управлял проектом по внедрению биометрических паспортов Оснастил 300 грузинских деревень техническим оборудованием На базе блокчейна таких продуктов будет миллионы И биткоин всего лишь один из них На самом деле область применения блокчейна гораздо шире, чем просто пересылка денег Его можно смело применять в самых разнообразных сферах От хранения информации до торговли акциями и разработки приложений Блокчейн можно использовать и будет использована во всех сферах Где есть транзакции, где есть контакты между людьми, компаниями и так далее Возьмем, например, хранение данных с помощью блокчейна По мнению экспертов, это шаг навстречу высокотехнологичному будущему Ведь так можно удобнее и дешевле хранить больший объем информации Прощай, бюрократия! Сегодня мы очень много документов создаем Столько документов нам не нужны Эти документы создавались потому, что в старое время Не было технологий, которые могли хранить информацию в разных моментах И поэтому очень много раз копировались информации в разных документах Сегодняшняя налоговая система, сегодняшняя бухгалтерия, сегодняшняя аудиторная система Сегодняшние все эти анкеты, аппликации, которые мы собавляем Это не для 21 века То есть все будет переведено из бумажной формы в электрон Но этот процесс длинный, очень длинный Но это случится рано или поздно И так или иначе там будут использованы принципы блокчейна Для того, чтобы гарантировать, что информация у всех одна и так Блокчейн в какой-то степени можно сравнить с электромобилем Вроде бы и существует он, и пользу приносит Но пользуются им все равно единицы, ведь государству блокчейн не выгоден Как электрокары, нефтяные магнаты Госструктуры по всему миру люто ненавидят блокчейн Так как их существование при развитии этой технологии становится попросту необязательным А кроме прочего, еще отбирает у некоторых организаций лакомый кусочек Коррупция В будущем не будут департаменты, министерства, не будут бюрократы Не будут требовать от нас взятки Невозможно будет, мы не будем всегда говорить, почему страна не развивается Где политическая воля, потому что не надо будет нужна политическая воля И я, кстати, исходя из названия вашего канала Можно бюрократам сказать, что take it easy, потому что вас не будет завтра-послезавтра Блокчейн планировали использовать, дабы, например, создать вечную, а главное не поддельную базу медицинских данных Поенных архивов, госреестров, кредитов и даже для того, чтобы идентифицировать владельца того или иного имущества А выборы в блокчейне вообще выглядят мечтой миллионов Ведь нет влияния извне, а значит нет подтасовки голосов Может именно поэтому в украинском правовом поле ни блокчейн, ни биткоин не фигурируют В Украине не определен статус биткоина Ну, он просто в серой зоне Где-то он запрещен, где-то он определен как иностранная валюта Где-то как комодицы Если, например, в Дании, Голландии, Финляндии и Швеции биткоин уже вовсю используется официально А в той же Англии уже насчитывается более 30 биткоин-банкоматов Причем местные власти рассматривают биткоин в качестве личного архива То у нас все печально Запрещать его не запрещают, но и легализовывать не спешат Если мы говорим про какой-то правовой статус, давайте смотреть до юра То, что не запрещено, то разрешено Кто вам запрещает пользу биткоина Недавно я это все обсуждал с представителями регулятора НПУ Прямо на этой конференции Видите, никто меня не арестовал и не убил Государство очень сложное энтити, которое двигается очень медленно, небыстро Государству нужно, скажем так, либо время, либо какие-то серьезные изменения внутри своей структуры Чтобы использовать технологии Скептики, которые светлых сторон блокчейн не признают Уверяют, что причина медленного развития системы вовсе не в государстве А в том, что, по их мнению, никакая блокчейн не инновация К тому же есть куча более удобных его аналогов К примеру, тоже сохранение тайной переписки Которая является одной из основных функций блокчейн Его, например, можно заменить имейл-сервисами с шифрованием сообщений внутри системы Вроде ProtonMail или Tutanota А для децентрализации хранения данных можно применить, скажем, технологию торрент Пока там будут хотя бы два независимых раздающих компьютера А хэш-сумма важных файлов неизменно Данные будут оставаться в порядке Кроме того, блокчейну хватает недостатков Один из которых — проблема с безопасностью Его нельзя взломать, но можно взломать людей, которые им пользуются Давай представим, что я дал тебе ключи от машины А три недели спустя думаю, зачем я это вообще сделал, а назад вернуть ее уже не могу Человечество до сих пор не научилось хранить цифровые данные надежно Если у вас есть какой-то ключик, вы должны его хранить так, чтобы никто его не украл Но есть вирусы, есть хакеры, есть CIA, там и все такое, да, есть баги Поэтому сейчас ни одна компания не застрахует то, чтобы этот ключ не потеряете Можно застраховать сейф, можно застраховать там банк, можно застраховать еще что-то Но вы не застрахуете кусочек информации Но еще мы не пришли к этому Еще один из технических минусов блокчейна — неэффективное расходование мощности Мы сделали смарт-контракт, какое-то свое приложение разработали на Ethereum Просто так побаловаться, допустим, да Запилили его в сеть, сеть распределенная, там несколько сотен гигабайт весь блокчейн весит Он хранится у тысяч людей И ваш смарт-контракт запущенный просто так ради шутки, да, обсчитывает вся сеть Это неэффективно, но у каждой платформы есть свои особенности и свои недостатки Где-то проблемы с масштабируемостью системы, да, где-то с пропускной способностью Но они постепенно решаются И хотя развивается блокчейн медленнее, чем хотелось бы И проблем хватает, но все они не столь серьезные, а главное решаемые Плюс у блокчейна хватает и преимуществ Одним из главных является то, что блокчейну все равно, где вы находитесь и где находится тот, с кем вы совершаете сделку Пример с китайской валютой Если вы имеете дело с китайской валютой, в Китае вы можете делать с ней что угодно Но вне Китая существует множество ограничений Кроме этого, любую финансовую операцию вы можете осуществить с минимальной комиссией Вы можете отправить 10 тысяч евро с комиссией 70 центов Это не контролируется правительством, и правительство не может это остановить В общем, так или иначе, у блокчейна в Украине может быть вполне счастливое будущее Ведь государство, конечно, не помогает, но пока особо и не мешает А как говорится, и на том спасибо Можно со всей уверенностью сказать, что в Восточной Европе, да и в Центральной Европе, Украина Это один из наиболее активных влацдармов по развитию технологий на базе блокчейна Здесь очень много разработчиков, активных команд и прототипов проекта Некоторые из этих проектов скоро будут реализованы в государственном секторе и финансовом секторе На горизонте 5-10 лет Украина, скорее всего, увидит уже не пилотные запуски, а уже реальную интеграцию На этой конференции более 500 людей Когда у нас была конференция в Лондоне, у нас было примерно такое же количество Предполагается, что Киев станет финн тех столицей мира Если к этому столько интереса здесь, я представляю яркое будущее для Украины в блокчейне Теперь ты знаешь, как обстоят дела с блокчейном Напиши в комментариях, на чьей ты стороне, оптимистов или скептиков блокчейна Ну а чем закончится для мира эта история, покажет только время Ну а мы будем держать руку на пульсе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok